я хочу вам рассказать о инструментах науки будущего но в общем то не то как их изобретать и вообще что это за инструменты о том как возбуждать интерес к таким инструментом какие инструменты вообще я имею ввиду поскольку институт ускорительной физики что это такое то конечно я буду говорить в основном инструментов таких громадных таких как большой дронный коллайдер будущий коллайдер но не только в том числе различные источники света синхротронного излучения лазеры рентгеновские гагеренты и так далее то есть на самом деле если бы лекция была на час я бы об этом говорил но я не буду рассказывать как инструменты эти изобретать и как они работают а в основном о том как что мы делаем чтобы возбудить интерес к такого рода науки ну и в частности поскольку наверное все у всех на слуху большой дронный коллайдер давайте я с этого и начну большой дронный коллайдер вы знаете это инструмент науки он расположен между на границе швейцарии и франции 27 километров туннель в нем магнит и ускоряются протон и так далее сталкиваются понятно что это случай наверное наиболее простой с точки зрения возбуждения интереса вот такой такой науки то что у всех на слуху в том числе благодаря недавней нобелевской премии 2013 12 года открытия 13 года премия но хочу заметить что путь к этой премии нобелевской открытия база на хикс вообще было очень большой а теория сама по себе была возникла вся четвертом году эксперимент запланировал был аж 84 строительство началось девяносто восьмом и только в двенадцатом году физики сумели подтвердить вот существование этой частицы которая ответственна за то что вот масса возникает у всех частиц элементарных так далее то есть понятно что интерес вот к нобелевскому нобелевской премии открытие такого рода он возбуждает колоссальный интерес везде в том числе и в школах и университетах и в прессе любых любых стран вот московский комсомолец он даже написал что-то о открытии база на хикс то есть это случай простой простой с точки зрения возбуждения интереса но опять-таки путь вот к этому начиная 64 84 года он в общем то не был усыпан такими нобелевскими премии то есть нужна была работа каждодневная чтобы возбуждать интересы у школьников студентов чтобы они шли в эту область науки а вот дальше я хочу показать несколько примеров популяризации которые с этим связаны и что мы делаем один из примеров это фильм снятый по следам открытия база на хикс примерно часовой фильм документально такой научно-технический научно-популярный о создателях этого большого адронного коллайдера об открытие база на хикс очень интересный посмотрите другой пример это вот ваши все айфоны там а пэда и так далее вы можете вот прямо сейчас загрузить вот это приложение называется коллайдер и на вашем айфоне или андроиде реально посмотреть события которые прямо сейчас происходит большом адронном коллайдере и посмотреть вот эти треки повертеть и посмотреть как много действительно вот событий вот сейчас тут прям происходит сделайте вот после окончания коллекции замечательно интересно другой пример мы сейчас обсуждаем строительство нового коллайдера физика не немножко все время хотят что-то новое побольше построить но в этом случае он будет мы хотим сделать его прямым как называемый линейный коллайдер япония очень активно заинтересована в этом коллайдере сейчас рассматривает на уровне правительства мы не знаем будет строить или нет вот примеры того что происходит вообще с точки зрения популяризации в японии и вокруг например школьные песни о коллайдере вы можете найти на ютюбе где школьные девочки школьники поют там что-то про электроны и так далее игрушки символикой коллайдера здесь вот hello kitty это бренд некий такой игрушки и там символика коллайдера тоже присутствует общение с правительством глава проекта общается с премьер-министром японии комиксы различные вот как устроен коллайдер и так далее вот со всякими такими комическими персонажами вовлечение местного населения здесь показан баннер написано мы поддерживаем линейный коллайдер так далее вот там на севере японии это вот такой пример а ну понятно что есть очень большое количество книг по разным областям физики которые люди как мои коллеги я том числе пишем и тогда свободное время на популярном языке вот здесь примеры показаны разных книг зачем изучать например теорию струн что такое физика частиц и так далее так далее различные журналы популярны тоже издаются есть еще один пример журнал симметрия издается двумя ведущими лабораториями в сша в чикаго и станфорде интересно заметить что эти две лаборатории в обычной жизни очень конкурируют и соперничают ну вот на фоне издания журнала они объединились из издают очень интересный хороший журнал я хочу сделать некое замечание такое все это распространение информации вот такой односторонний это сложное дело и этот график показывает что вот это число хостов интернет хостов от времени экспоненциально растет и сейчас какой-то миллиард достиг то есть если вы сделаете еще один канал youtube и так далее будет какие-то лекции импакт влияния этого будет минимальный ну за исключением разве что если вы будете объяснять почему надо обсловаться или что такое формула любви и так далее так далее за исключением таких случаях наверно трудно возбудить интерес массовый то есть нужны другие способы какие-то способы я пытаюсь вспомнить на этом слайде например что меня и моих коллег подвигнула заниматься физикой понятно что были журналы и книги так далее но также было и школьные олимпиады что значит активное участие соревнования соперничество физмат класса интернаты опять-таки дух соревнования разные кружки технического моделирования то есть что я хочу сказать что живое общение активное участие дух соревнований очень важен вот от участников с тем для того чтобы возбудить интерес к науке и один из этих примеров показан здесь опять-таки церн большой адронный коллагерь но здесь церн устраивает конкурсы для школ когда школьные команды а предлагает эксперимент реальный эксперимент на ускорителе в церн вот когда эта программа была открыта в 14 году сразу около 300 заявок было подано все 2 победить 2 победителя было две команды вот одна из них из греции показана опять-таки дух соревнования реальная возможность сделать что-то для науки это все возбуждает интерес очень сильно и опять-таки различные фестивали научные шоу дни открытых дверей вот здесь фотография нескольких примеров с нашим участием в том числе когда у школьников студентов есть реальная возможность что-то там ткнуть кнопку там что-нибудь сделать сломать и так далее все это очень очень важно и хотел бы закончить вот в основном примеры популяризации следующим обучение учителей обучение тех кто учит то есть обучение учителей школ очень важно это одна из наших программ api то есть учителя старших школ физмат классов зном каждый год приезжает к нам на летнюю школу и они не только лекции слушают по состоянию науки но в том числе мы после обеда для них устраиваем воркшоп то есть в лаборатории они реально пытаются что-то сделать руками например из подручных подручных средств как сделать камеру вильсона детектор элементарных частиц или как сделать модель ускорителя из там салатницы там и нескольких там фольк и так далее вот вот это реальное вовлечение когда можно что-то сделать руками очень очень полезно ну и просто пару слайдов еще о собственном личном вкладе популяризации науки в россии именно в частности наш институт участвовал фестивали науки в москве в десятом году лекция в рамках научного кафе опять-таки в десятом году организована посольством участие выставки цернову я и дубна а лекция для учителей фонда династии лекция 1 сентября 15 года тысячи первокурсников новосибирске и так далее ну и запланирован на этот год в принципе кроме вот участие в казанском фестивале также участие фестивале евро кафест в новосибирске популярные лекции и лекциями фестиваль в москве в октябре и вот там я как раз и буду иметь возможность рассказать побольше о об этом как изобретать инструменты науки будущего которые основаны как на ускорителях так на лазерах так и на плазме и в этом случае мы хотим строить не только огромные коллайдеры там 30 километров и 100 километров но и например новые ускорители которые будут очень компактные пример тот же коллайдер вместо там 100 метров или 10 километрова как уместить размер комнаты вот все такое будет популярно рассказано ну и на этом я остановлюсь с самаре значит распространение информации несколько примеров пресса фильмы книги приложения смартфонов комиксы масс-культура все очень важно но очень важно элементы с активным вовлечением конкурс участие в экспериментах мастер-классы для школьников а также для учителей вот это то чем мы занимаемся и в общем то многие из вас тоже занимаются